И переходим к другим темам. Мэр Эдхалма Акбулатов намерен сделать платную парковку в историческом центре. Причем уже в ближайшее время. Не исключено, что в следующем году. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам 2013 года. Впрочем, говорил глава города не только о масштабных проблемах, но и о личном. Подробнее расскажет Виталий Поляков. Сегодня мэр Эдхалма Акбулатов рассказал, что и его в Красноярске преследуют коммунальные неприятности. Мэр живет в своей квартире в центральной части города. Ему приходится очень рано вставать, для того, чтобы включить кран с горячей водой. Дело в том, что сначала из этого крана что-то холодная вода, только через несколько десятков минут появляется горячая. Мэр на это сегодня пожаловался во время итоговой пресс-конференции. Журналисты в основном спрашивали мэра о транспортных проблемах, как их решать. В пример привели эстафету Олимпийского огня. Многие заметили, что когда в городе машины не паркуют, где попало, и за этим следят инспекторы ГАИ, то и пробок гораздо меньше. Глава Красноярска согласился. Он заявил, что убрать автомобиль из центра и разгрузить его можно с помощью введения платы за парковку. Это может произойти уже в следующем году. Не воспринимаю обвинений, что администрация хочет заработать на бедных автовладельцах. Это абсолютно не соответствует действительности. Считаю, что это должно быть сделано в интересах большинства горожан. Мэр поддержал идею строительства метро в Красноярске, но заявил, что денег на это нет. В новом генеральном плане города предусмотрены новые ветки и станции, но опять же, все это только планы. Акбулатов также рассказал, что в ближайшие годы на улицах у нас появится новый вид транспорта – легкорельсовый трамвай. Его главное преимущество – скорость, но не за счет мощного двигателя, а потому что ездить он будет, не застревая в пробках. В будущем году должны быть завершены работы на строительстве путепровода, которые я только что упоминал. Это в створе улицы проспекта Авиаторов с выходом на Северное шоссе. В будущем году приоритетом будет сохраняться строительство четвертого моста через Анисей и строительство подходов к этому четвертому мосту. Рассказал сегодня мэр немножко и о себе. Поведал, что живет он в центре, в родительской квартире с 60-х годов. Дома городоначальник тоже сталкивается с коммунальными проблемами. Утром ему приходится очень рано вставать, чтобы добыть горячую воду из крана. Ржавая вода не течет из крана, но течет холодная, потому что я встаю рано, и поэтому мне приходится вставать, открывать кран, чтобы вода протекла, для того, чтобы пошла горячая вода, чтобы принять душ. Напомню, Итха Макбулатов управляет Красноярском уже два года. За это время главное, что ему удалось, это практически полностью сменить команду городской власти. Также в памяти горожан остались его проекты «Миллионному городу, миллион деревьев» и «Турник в каждый двор». Те же самые тысячи турников, это же ведь не для Акбулатова делается, чтобы он там на всех этих турниках, тем более небольшой специалист в этом деле, занимался. Это для тех, кто там живет, в этих дворах. Итоговая пресс-конференция мэра сегодня продолжалась около полутора часов. Журналисты задали более 20 вопросов. В конце мероприятия Итхам Акбулатов пожелал репортерам, да и всем горожанам успешной самореализации. Ну а если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мы телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Михаил Масленников, Афонтова новости.